Друзья, всем привет! Вы на канале Вадим Полетели. Сейчас вам расскажу такую новость. Приехал я, значит, с города неделю. В городе был... Вот моя пасека стоит. Подхожу к крайнему улю, смотрю, что-то... Вон, кишит. Проверил все те уля. Думал, семья какая-то сроилась. Все семьи сильные. Никто ничего не роился. Этот улья стоял пустой. Тут все рамки были погрызаны. Вот, смотрите, личинка лежит. Все было в такой крупной моле. Вообще, ну, жить невозможно. Все в паутине, в моле и всяком дерьме. И оказывается, знаете что? Сюда залетел рой. Очень сильный рой. Вон мы видим паутину. И пчелы тут обжились. Я не знаю, что они тут уже настроили. Но тут ничего не было уже, кроме моля. Вот она у нас семья. Попозже будем с вами проверять. Какая семья, есть ли матка и все остальное. Но лед у них очень хороший. Возможно, пару дней назад они залетели. Вот и ловушки у нас работают. Вон лосы летают. В общем, все чудесно. Ни разу такого не было. Даже представить не мог. Поверить не мог. Что ко мне когда-то залетит рой. Так еще и вулей. В котором просто, ну, как бы невозможно жить. Это просто чудо какое-то. Фантастика. Я самый счастливый просто. Самый счастливый. Семья, видимо, очень сильная. Пчелки прям безумно работают. И очень много пчелы. А сегодня у нас середина августа уже. Пчелы не должны в это время роиться. Но, видимо, у какого-то пасечника они сроились. И все. И прилетели ко мне. Это ли не чудо? Это ли не чудо? В общем, попозже сейчас посмотрим, что там у нас по рамкам. Есть ли матка и все остальное. Эти семьи я проверил быстренько. Там все у них отлично. Семьи набирают силу уже в зиму. Скоро будут закармливать. Будем делать КАС-81. И готовиться к зимовке. А сейчас давайте вот эту семью проверим. Чтобы вы понимали, вот смотрите, все в паутине. Вот на ваших глазах это все достаю. Просто все погрызано. Яйца, моль он ползает. Давайте другую рамку достанем. Все делаю в прямом эфире. Самому интересно. Что же у нас? Тут вообще просто охереть. Просто все залеплено паутиной. Ну вот смотрите. Ну тут невозможно жить. Даже не отлепляют суранки. Жопа. Я охренею себе, тут еще матка засеяло. Так, тут вроде ничего не засеяно. Надо срочно их пересаживать. Ну вы видите, да, сколько тут пчелы? Я в ахеря. Так, она еще и крупная. Так, яйца есть? Нету, не вижу. Вот так. Повезло, так повезло. Давайте стамеской подтянем. Кто бы мог подумать. Блин. Удачно это я заехал. Охереть, сколько пчелы. Смотрите. Рой, наверное, на килограмма 4 точно. Какая моль была, они ее все выкинули. Вы представляете? Рамки чистые. Я точно помню, они все были засранные. Сейчас я смотрю, и они чистые. Это что за такое? Фантастика. Просто фантастика. Охереть. Вот это семья. Она сейчас мне еще и подсолнух принесет. Чудо. Вы сами видите. Я не могу просто поверить. Все, пчелы точно держим. Это знак свыше. Рой просто так не мог залететь. Вот, поднимаю другую рамку. Матка вроде бы есть тут, потому что пчелки... Очень тихо работает. И уже мед начали таскать. Я вижу мед. В общем, давайте я сейчас посмотрю матку, поищу, потом включусь. У нас вылезло солнышко. Все утро, дождь льет. Сейчас пока окошко появилось, подготовил корпус. Более-менее свежую вощинку. Точнее, сушнину подготовил. Сейчас этот корпус ставлю, всех пчел сюда перекидываю, и все. Смотрите, как ловушки работают. Солнце вылезло, у вас и начали попадаться. Так, работаем быстро. Топ-пчелы безумно летают, делают облет. Все замечательно. Топ-пчелы безумно летают. Топ-пчелы безумно летают. Топ-пчелы безумно летают. Топ-пчелы безумно летают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok